В воскресенье Масленица перенеслась в горки Ленинские, на территорию заповедника. Эта территория может вместить всех желающих, не только видновчан, но и тех, кто в этот солнечный день решил приехать в горки. Мы приехали из города Домодедова. Здесь классный праздник. Спасибо вам большое. Я всех поздравляю с Масленицей. Желаю всем классной ранней весны, хорошего настроения и любите друг друга. День Масленица. Прощенное воскресенье. Все мои родные, близкие, все друзья и знакомые. Прошу простить меня, потому что, вольно или невольно, мы все время совершаем какие-то действия, за которые хочется попросить прощения у близких, поскольку обиды нельзя хранить, держать в себе. И дай Бог, чтобы прощение я заслужила. А вы откуда приехали? Из Белиутова. Сегодня масленица и прощенный день. Просим у всех прощения за все прегрешения, которые мы совершаем в жизни нашей. Для всех пришедших на праздник в горке было организовано много забав и игр. Какая же Масленица без казачьих забав? Стас, а что сегодня вы приготовили для гостей? Вот прямо сейчас готовим кулеш. Это казачье блюдо. Каша с мясом. Будем угощать наших дорогих гостей. Блинов мы тоже сегодня напекли, но их сегодня на ярмарке хватает. Будет катание на лошадях, на боевом осле. Будут шутки-прибаутки, контактный зоопарк небольшой. Наши животные. Ну и самое главное, наши красивые казачки сегодня и споют, и спляшут. Так что будет весело. Певцы казачьего хора и взрослые, и дети в традиционных нарядах радовали пришедших старинными песнями. Празднично одеты были и гости-масленицы. Семья Аминяевых из деревни Петрушина тоже нарядились. Юля, почему у вас такой наряд? Ну, в нашей семье принято традиционно отмечать вообще любые праздники. Ну и масленицы – это один из самых любимых наших праздников. Мы его очень любим за то, что он хлебосольный, добрый, открытый, яркий. Ну и мы не можем пройти мимо и не одеть на себя все, что есть у нас. Желающих подкрепиться и согреться угощал шеф-повар Михаил. Их блинов 10 штук. Их 10 штук блинов. Их мы с гусенкой. Сколько блинов на кухне? Тысячу, тысячу. И еще пекут на кухне. Всем хватит, всем. Все пришедшие на праздник не только отведали блинов, но и для них было приготовлено много разнообразных сувениров. Какие сувениры, девочки, скажите? Здесь представлена продукция, которую мы продаем в музее горки Ленинской. Здесь, в принципе, много текстиля льняного, книги, открытки и много товаров для детей. А для детей на масленичном гуляне в горках было раздолье. Попрыгать на настоящей соломе, покататься в санях с Дедом Морозом, сфотографироваться с ним. Я тоже не удержалась и сфотографировалась с Дедом Морозом. К самым настоящим. К самым настоящим. Дедушка Мороз, ну когда-то весну-то вообще уже пусть. Вот сейчас вот пришли люди, сейчас подогреют своим любовью, сердцем, теплом. Отогреют матушку землю, а вот она стоит, масленица. Зажжем ее, сожгем, сгорят все невзгоды, печали. Придет весна, солнышко, земля пробудится, даст новые ростки, появится новая жизнь, будет все замечательно и прекрасно. Настроение праздничное, боевое, празднуем. Поздравляйте! С широкой масленицей!